Вот иногда просыпаешься и чувствуешь себя прекрасно, и настроение хорошее, и выглядишь хорошо, а иногда даже в зеркало смотреть на себя не хочется. И именно такое состояние мы будем сегодня исправлять. Я уже умылась, нанесла крем и перед нанесением макияжа обязательно наношу бальзам для губ. Зимой без бальзама никак никуда. Скрывать все недостатки буду при помощи любимого тонального крема от Rimmel. Люблю его за то, что он легко наносится как спонжем, так и кистью, скрывает и венки, и синячки под глазами, и покраснение. А также с этим тональным кремом я могу не использовать ни консилер, ни пудру. Он у меня как три в одном. Вот только оттенок пора взять посветлее. Ну а при необходимости его можно наслаивать на проблемных участках. Ну вот, уже выгляжу немного лучше. Теперь небольшая хитрость. Я беру консилер от The Balm и буду использовать его в качестве теней. В смысле наносить буду пальчиком на верхнее веко и немножко под бровь. Он прекрасно перекрывает венки, покраснение и выравнивает тон кожи. Если вы приболели, глаза это первое, что вас выдаст. А я планирую максимально скрыть все признаки болезни и усталости минимальным макияжем. Наношу пальчиком, а потом слегка прохожусь спонжем, растушевывая и снимая излишки. Теперь брови. Для начала их нужно прочесать в нужном направлении и понять, где не хватает волосков. Мои брови сами по себе тонкие и непослушные. Я постоянно с ними мучаюсь. И так как в тренде нынче бровки пошире, то я буду их дорисовывать. Уже на протяжении года я использую один и тот же продукт. Это гелевая подводка тире тени для бровей от Кайлин. Водостойкая штучка, на снежную зиму идеально подходит. Впрочем, как и на знойное лето. Консистенция на самом деле у него не совсем понятная. Для геля суховато, а для теней твердовато. Его еще называют помадка или замазка для бровей. Мне нравится, что с его помощью можно и четкие волоски прорисовать, и затушевать проплешинки. Тени я буду наносить только в складку века. Как вы можете помнить, базовый тон теней мне заменяет консилер от The Balm. Использую мой самый любимый оттенок под названием Desert от Colourpop серия Super Shock. Они очень легко наносятся, легко тушуются любой кистью и держатся на протяжении всего дня. Завожу тонкую пушистую кисть максимально глубоко, прорисовывая достаточно четкую линию. И немного вытягиваю цвет во внешних уголках. Продолжаю тушевать более пушистой, чистой кистью, чтобы переход был мягче и шире. Линию роста ресниц подчеркиваем подводкой с небольшой стрелочкой. А теперь тушь. Мой самый любимый косметический продукт. Продолжаю тестировать новинку от Maybelline. Я фанат подобных щеток в виде расчески. А тут она еще и в два ряда. Потрясающе разделяет ресницы и отлично подкручивает. Можно даже каждую ресничку отдельно подкрасить и выложить веером. Нижние ресницы тоже немного подкрашу. Я еще ни разу не смогла накрасить ресницы так, чтобы не запачкать века. Поэтому спонжик мне в помощь. Красноту глаз также можно скрыть, подведя водную линию карандашом в тон вашей кожи или чуть светлее. Главное не белым и не розовым. Красный цвет, конечно, выигрышно подчеркивает зеленый цвет глаз, но не в случае покрасневших век от простуды. Подчеркиваем скулы, чтобы не быть бледной поганкой. Использую один из оттенков палетки корректирующих средств от NYX. Он в моих фаворитах уже несколько месяцев. Кстати, все кисти, которые я сегодня использовала, я также распишу вам в описании под видео. Подчеркиваю скулы, затемняю немного височную зону и линию роста волос. Носик также немножко откорректировала по бокам. Хайлайтер. Если планирую долго находиться на улице, а в данной ситуации я готовлюсь именно к длительной зимней прогулке, то жидкие текстуры не использую. Наношу пушистой кистью всем известный мэри люминайзер от The Balm. Совсем немножко, чтобы не затмить сияние снежинок, но при этом выглядит свежо. Ну и последний штрих. Любимая помада блеск от L'Oreal 101 оттенок Rose Melody. Наношу поверх бальзама, который нанесла в самом начале. И вот макияж готов. Быстро, несложно и скрыты следы болезни и усталости. Так сразу и настроение поднимается. На улицу одевайтесь потеплее, нечего мерзнуть, пальто, шапку, шарф и санки не забудьте. Всем хорошего настроения и обязательно напишите, как вы боретесь с простудами. Болеть совсем не хочется. До встречи в комментариях!